Приветствую вас. Скажите, пожалуйста, Юлия, какая разница лично вам, что за реакция будет у мужчины вашего, к примеру? Почему вас это волнует? То есть как бы у него реакция может быть какая угодно. И тут действительно невозможно предсказать, потому что вашего мужчину знаете лучше всего только вы. Ну, по крайней мере, среди тех, кто присутствует на сайте. Поэтому мы абсолютно точно не можем предсказать, как он отреагирует, потому что мы не эзотерики. Вот. Но, смотрите, я рискну, вот просто рискну предположить, я рискну предположить, если женатый мужчина в течение, ну, долгого времени взаимодействует с женщиной, да, то есть вот, ну, с вами, то есть. При этом не разрывая отношения со своей женой. Что этот человек, как минимум, ну, как вам сказать, этот человек не владах со своими эмоциями и не владах со своими желаниями. Поэтому либо он взорвется и, ну, начнет проявлять какие-то эмоции, да, там упрашивать вас, там остался, либо сто-то еще, либо наоборот закроется и обидится и уйдет. Человек не владах со своими эмоциями. Что касается мести, я, если честно, думаю, что это из област фантастики, потому что им мстить вам не за что. Хотелось бы, конечно, узнать, как вам прислала в голову такая идея о том, что он будет вам мстить. Что на это указывать, что он будет вам мстить. И по какой причине вы боитесь мести, да. То есть страх мести, это, с одной стороны, болезненная потребность во внимании, с другой стороны, это, ну, в общем-то, отсутствие безопасности. То есть вы не чувствуете себя в безопасности, и по этой причине боитесь, соответственно, мести. и здесь уже, на мой взгляд, нужно задавать вам вопросы. Вот это первый, как так вышло, что вы с женатым мужчиной вообще в отношении, в отношении я вступили. Вот, почему вы так долго ввели его к расставанию, вот это такое впечатление, что вы боялись его, и продолжаете бояться. Это самое главное. Вот, и ещё вы пишите, значит, так, не знаю, что разговор сказал им, что... Ага, Юлия, а вот здесь у вас есть тоже довольно странный момент. Вы говорите, что разговор уже состоялся, вы говорите, что, по сути, вы ему всё рассказали, вот, ну, то есть сказали о своём намерении и так далее. А как же тогда, почему вы спрашиваете нас про реакцию, у него уже должна была быть реакция. То есть вот, и это же первая, первая реакция, первая вспышка, вспышка. Вот, почему вы спрашиваете сейчас про реакцию, то есть что произошло, какая была первая реакция. Скажите, хотя бы первую реакцию опишите, там уже, может, можно будет проанализировать. Вот. Вот так вот. И откуда у вас страх вместе? Откуда этот страх, вот, с ним, с этим нужно работать. С точки зрения психологии. С точки зрения психологии с этим нужно работать, на этом нужно обратить внимание. Прессионально. Вот. Так. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго и удачи вам.